Уважаемые дамы и господа, шалом. Наши мудрецы говорят, что для того, чтобы сделать чуву раскаяния, обдумать свои делишки и перевернуть их в добро, нужно вспомнить день смерти. А великий Раби Элиэзер говорил, что надо сделать чуву за день до смерти. Его спросили, откуда мы знаем, когда? Каждый день должен представить себе человек, не дай Бог, что он умирает. Это очень сложно сделать, поэтому давайте возьмем простой исторический пример. Совсем недавно великий Альфред Нобель завещал всем свое огромное состояние, всем тем, кто будет делать какие-то открытия во имя мира. Как вообще произошло у него вот такое вот решение, как возникло? Когда умер его брат, газетчики написали некролог про него самого. Он открывает газету и читает некролог про себя. Где написано, умер Альфред Нобель, человек, который поставил задачу убить как можно больше людей. О чем идет речь? Оказывается, он был промышленник, который занимался производством взрывчатых веществ, особенно динамитом. Всем известно, что в ту пору динамит использовался не в таких мирных целях. Вот вдруг его осенило, неужели вот о нем останется вот такая память у людей. Люди будут читать и говорить, вау, какой бандит и преступник. Вот у него что-то перевернулось. И он действительно завещал всю эту сумму для каких-то открытий. Мы знаем, что каждый год происходит награждение людей, которые сделали, ввели, изобрели какие-то новшества. Есть один раввин, который перед Йом-Кипуром всегда пишет два некролога про самого себя. Один, что будет против него написано, по его мнению, а один, чтобы он хотел, чтобы там было написано. Для чего? Чтобы более свои пути улучшить, чтобы быть близким к совершенству. И вот существует даже такое обычае в еврейской традиции, не писать на памятниках то, чего человек не заслужил. А мне писать, что он был великий праведник, он совершал добрые дела, чуть ли не сам Господь Бог, а он разные вещи совершал в мире. Потом душа его будет страдать на небесах. Но почему это нельзя писать? Мы должны понять, что реальность – это важнейшая вещь, особенно там. В этом мире ты можешь кому-то запудрить мозги, что-то там делать, но там, в том мире, видят все и слышат все. И все записывается в книги жизни. Нужно это использовать и постараться улучшить свой путь. Взять на себя какие-то хорошие обязательства. Шалам-шалам.